Вот это действительно неожиданно. Кристина Арбакайте после юбилея ее мамы Аллы Пугачевой выдвинула условия для возвращения в Россию. Кристина Арбакайте так надеялась на мамину поддержку, но тут мама Аллы Пугачева уже ничем не сможет помочь. Как сообщают крупные телеграм-каналы, вчера в российском шоу-бизнесе произошел переполох между Кристиной Арбакайте и продюсером Виктором Дробышем. В стороне снова не остался и Игорь Крутой, который пришел в бешенство. Но давайте обо всем по порядку. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях, ведь мы уверены, вам точно будет что сказать. И если вы согласны с мнением Дробыша и Крутого, ставьте лайк на это видео, посмотрим сколько нас. А мы начинаем. Еще недавно всем известная певица, артистка голубых огоньков Кристина Арбакайте имела всероссийскую известность и любовь. А теперь до нее нет никому никакого дела. Рейтинги Арбакайте рухнули в пропасть после ее грязных высказываний и побега из страны. Певица перевезла всю страну в США, в том числе и сына Дэни, который категорически отказывался уезжать из России. Читая очередные звездные новости, мы не перестаем удивляться уж слишком завышенному самомнению некоторых певцов и певиц. Так, например, Кристина Арбакайте, которая уже больше двух лет не только умудряется сидеть на двух стульях, не объявляя свою гражданскую позицию, жить в Америке, а зарабатывать в России, так она еще и считает допустимым ставить россиянам и свои условия. И вот на днях стало известно, что несмотря на весьма странную позицию своей матери, Кристина Арбакайте не намерена отказываться от гастролей по нашей необъятной стране. И это понятно, ведь те гонорары, которые наследница Бугачевой получает за свои концерты перед русскоговорящими американцами, существенно ниже, чем ее гонорары здесь, в России. Наша страна для нее – это основная площадка до заработка тех миллионов, к которым она привыкла. Это подтверждается еще и тем, что во время недавнего посещения нашей страны Арбакайте, не моргнув глазом, ответила журналистам, что она, оказывается, вообще никуда не уезжала, что, видимо, должно было подтвердить ее лояльность. Поэтому она ждет и рассмотрит любые творческие предложения. Но есть одно «но». Но при этом дочь Пугачевой не готова лететь в нашу страну на любых условиях. Как заявила недавно концертный директор певицы, у Арбакайте есть ряд требований, при соблюдении которых она готова дать концерт и порадовать своих российских поклонников своим вокалом. Вот что об этом пишут в СМИ. Так, например, концертный директор Ольга Оркина, беседе с журналистами, рассекретила, каких условий и какого гостеприимства ждет Арбакайте от тех, кто захочет заказать ее выступление. Ну, во-первых, эта сумма равна 5 миллионам рублей. Во-вторых, певица хочет обеспечения полной конфиденциальности на время приезда, а также получения охраны. Еще один пункт касается комфортабельных условий. Логистика и обеспечение комфортного перелета тоже ложится на плечи заказчика. В райтер Арбакайте входит перелет бизнес-классом из Нью-Йорка через вип-залы, заявляет Оркина. И все это звучит весьма странно, особенно на фоне всей той ситуации вокруг этой артистки, спрос на выступление которой в нашей стране и так за последнее время сильно упал. Да и вокальные данные Арбакайте уж не настолько хороши, чтобы вообще ставить какие-то условия. И если бы у Кристины не было мамы Аллы Пугачевой с ее авторитетом, связями и деньгами, то вообще неизвестно, была бы эта самая Кристина с ее весьма спорным талантом, так называемой певицей. Арбакайте всегда сравнивали, сравнивают и будут сравнивать с матерью. И итоги сравнения всегда будут не в пользу Кристины. Но несмотря ни на что, Кристина всегда уверена в себе, этого у нее не отнять. И судя по таким явно завышенным требованиям, исходящим от Арбакайте, она явно считает себя гениальной артисткой, без которой русский народ просто не сможет прожить даже сейчас. Как дополняет свою речь концертный директор Арбакайте, пребывание этой артистки в России должно проходить под девизом «Все самое лучшее, богатое и красивое для Арбакайте, для нее». И тут становится интересно, почему эта Кристина и ее команда думают, что организаторы концерта в России обязательно будут выстраиваться в длинные очереди, чтобы пригласить великую певицу Арбакайте на свои площадки. Напомним, что ранее Кристина Арбакайте заявила, что все должны ставить памятники Пугачевой и Вайкуле за то, что они держали целую страну и кормили всю Россию. Она призвала всех уехать из страны, а оставшихся назвала напуганными и не имеющих своего мнения. Такое поведение вызвало негатив у коллег со сцены и недоумение даже у друзей. Как сообщают крупные телеграм-каналы, вчера в российском шоу-бизнесе произошел переполох между Кристиной Арбакайте и продюсером Виктором Дробышем. Дробыш сделал громкое заявление, в котором заявил, что больше никогда не будет проводить совместную работу с Арбакайте. Дробыш очень уважательный продюсер на российской эстраде, работающий со многими знаменитостями, но такой гадости он еще никогда не слышал. Ладно бы знаменитости друг с другом разругались, но кто так поступает по отношению к своей аудитории, людям, которые тебя слушали, дали тебе славу, деньги и сделали твое имя, заявил гневно Дробыш. Я призываю всех продюсеров отказаться от работы с подобными артистами, а то мы взращиваем подобных, а они потом гадят нам всем в душу, высказался Виктор Дробыш. Такое заявление шокировало не только Арбакайте, но и ее маму Аллу Пугачеву, которая буквально набросилась на продюсера. В стороне снова не остался и Игорь Крутой, который пришел в бешенство. Вот что заявил Крутой. Ты, конечно, все можешь творить, как пожелаешь, однако не забывай, что большую часть песен написал тебе я, и как я тебе уже говорил, что я запрещаю исполнять тебе мои песни, раз ты себе позволяешь лить такую грязь по отношению к служителям. «Сперва твоя мама Алла Пугачева, потом Лайма, а теперь и ты, Кристина. Да что с вами всеми происходит? Кто на вас так влияет? Чтобы ноги твоей не было в моем офисе и студии, я долго терпел и не верил слухам. Но когда такое позволяют говорить твои друзья, теперь уже бывшие, это ранит больнее всего», высказался Игорь Крутой в интервью на Центральном телевидении. Вероятно, Кристина надеялась на мамину поддержку. Только тот вес, который был раньше, Пугачева утратила окончательно. По сути, тут виновата только ее мама Алла Пугачева, которая и пустила эту цепную реакцию. А что вы, уважаемые зрители, думаете? Правильно ли поступил Виктор Дробыш? Пишите свое мнение в комментариях. Ведь мы уверены, вам точно есть что сказать. До скорой встречи, всем прекрасного дня и хорошего настроения!